и снова всем привет ребят продолжаем проходить анрел вторую часть за эвакинг дай посмотреть на этот голограф про который говорил хокинс не напрягайся управление перед столом так это что это на а вот и это управление кстати от игры есть небольшой баг но по моему мы его прошли так принципе мне тут делать нечего по-моему можно на задание валить помедленнее не бан спокойнее что это такое всегда быть под охраной всегда в укрытии ничего не позволяет нормально жить не что тут бывает да такая хрень прерывается голос ребят пустая болтовня он просто будет рассказывать не на своей жизни мы лучше на миссию пойдем так секунд десять сохранил загрузки вот у этого уровня есть баг может пропасть прицелу оружия сам по себе поэтому здесь лучше почаще сохраняться уровень довольно тяжелый это мир со странной чужеродной биосферой вечно скрытой в тумане из паров серого дорожа сначала была заселена арабскими поселенцами которые назвали планету по имени духовного царства которая их вместе и называли страной нигде поселенцы никогда не находили древние сооружения только в 50 кликах одни вскоре они покинули планету ставшие отношения скафандров постоянного тумана и коррозии до дичьного сразу перебить будет в этих ящеров команда геологов и занавки открыла вот это не сложно они установили исследовательскую базу на которой посменно работали ученые и содержалось отделение воинов призраков вот это есть воины призраки реально фигина сложный уровень и ладно попробуем конечно усилить но сохранки тут такие длинные что прям ну не охота это все пережидать в обезг Erik обезгибах в ухе в обезгибах но все они а вот здесь иного по привычке не еду десь пацанычкой к И сейчас вот эти ящеры будут за мной бежать, скорее всего, пока я с карты с этой не уйду, у них заскриптовано так. Видите, я уже ушел, они все равно бегут, ладно, придется вкрепить. Вы уже были здесь? Да, вы видели это. В общем, что это такое? Я... Он вдох. Сечу, сечу. Сечу. Крикол. Ах ты, меня гранатой подсунула. А нам? Слушайте, электромактит и граната тоже нехило так снимает. Сейчас там два будет. Кренделя крутых. Сечу. П sprawdай! Поехали! Блин, такой миску. Притворяется. Притворился трупом. Здесь, что важно, ребята, здесь главное, чтобы 50% энергии оставалось после каждой битвы. Здесь очень так будет сильно варить. Что, наоборот, так ленит? А, у меня еще 12 гранатов, ладно. Место хреновенькое. Попадаю. Сюда он. Сюда он. Блин, у меня энергия. А, 83. Тут просто показалось 3. Тут циферки так отрисованы не очень красиво. Вообще, эта игра рассчитана на 1024 разрешения. Максимум играл на 1280 еще в свое время. У меня был 19-дюймовый монитор к тому времени. Довольно дорогой. Он даже 1600 на 900 тянул. Ах ты. А как он? А, там второй. Ладно, хрен с ним. Я его тупо не заметил, ладно. Виноват. Подгрузки, конечно, здесь, ребят... Но я их не буду уже вырезать. Это каждую подгрузку вырезать из видео. Три часа мне придется еще и конвертировать. Но вовпень. Так, аккуратненько. Одним глазом мы будем вывести. Вот он. Бастер! Бастер, да. Вкус не можно, вкус не можно, тварь. Так, по-моему, он сдох. Теперь можно гранатку взять. Чего? Чего? Так, по-моему, я всех перебил. Эээ, фантастика, с первого раза. Да, что-то там появилась надпись какая-то. А, 3% хп-шки, ну да. Ну вот, снайпер у меня попал точно. А, патрончики, музелик снайпер, где-то замечательно. Конечно, кстати, а сколько у меня их? Главное, чтобы под конец уровня хотя бы десяток патронов остался. Кстати, ребят, кто в теме? Напишите, почему исчезает прицел у оружия и как его вернуть, какой командой. И, может, это вообще невозможно. Просто идешь, хрняк, ничего, даже ничего не нажимаешь. Раз, прицел пропал. Веселуха. Кто там? Кто? А кто меня продамажил? Какой овергир? А где он? Чувак какой-то. А, тут какая-то нычка есть. Тут какая-то нычка. А кто же мне попал? А кто меня развел на 50 хп-шек? А вот где-то, вот где-то вот. Вот он где-то. Вон он, ребят, вот он, вот он сидит, да, на мостике. Все, я... Я раньше тоже играл, я не замечал это. Окей. Сейчас ему конец будет. Не всегда он попадал в меня, но, видимо, он не всегда меня видел, потому что... Так, где я... Ага. Ну вот, как бы и не видно. А вот башка торчит. Все, готов. Что самое интересное, вот это, по-моему, не игровая локация. Вот в этой локации я не буду бегать вот по этому мостику, насколько я помню. Так, а винтовка... А винтовка осталась наверху. Жаль. А, интересно, а туда можно вообще пробраться? Ну, дайте посмотрим. Ну, по-моему, тут не положено. Так, дайте, так, ага. Хренушки. Не-а-а. Нереально, вот тут... Тут я камни какие-то вижу, но он, по-моему, да. Не сможешь туда залезть, наверное. Не, ну, теоретически, если сейчас... А, не буду пытаться. Ну, в общем, по-моему, ребят, напишите комментарий. Возможно ли я сюда вот пробраться на этот мостик. На эту платформу. Потому что я когда проходил игру, я в этой локации не был наверху. Может какая-то секретная, я не знаю. Вот я появляюсь. И... Сейчас будет подгрузка. Да, автоматическая. То есть я уже обратно не смогу вернуться, видимо. О, тут еще... Тут еще дольше будут подгрузки. Охренеть. Здесь лучше вообще не помирать. В принципе, я как бы знаю немного, как сократить пути. Здесь можно блуждать кругами. Много будет вариантов. И в одной локации будет интересный прикол, конечно, если я правильно помню все это. Жесть, ребят, загрузки уже 30... Уже сколько? 30 секунд. Подгрузки по минуте, наверное, что ли. Ну, сейчас засекаем вот... Уже 40 секунд прошло. Почти 50 секунд. Этот компонент не предназначен для передвижения. На нем написано про преобразование энергии. Что ты знаешь? Я уже давно изучаю это и утверждаю, что это прибор антигравитарный. Так, эээ... Правильно, дули неправильно, все-таки не могу понять пока. Так, по-моему, я иду неправильно здесь. Вот здесь, по-другому. Продолжение следует... Продолжение следует... Это чё за хрень? Это чё за хрень? По-моему это дымовая граната. Это шоковая. От неё толку вообще мягкого. По-моему один раз она... Один раз дамажит за половину разного. С чем вы сейчас играетесь? Я не уверен, но я думаю, я понял, как навести сюда внешний источник питания. Ну да, когда у тебя что-то заработает. Нет, правда, смотри. Ну давай, пойдём. Прочь, прочь! Сделай что-нибудь! Ладно. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Эээээээ... Так, куда идти? Чёто не помню. По-моему, сюда что ли? Сюда, сюда не надо. Да точно не надо. Хоть сюда, наверное. Да. Ах ты гадина. Ого! Так, удачно. Залетели мы туда. Теперь точно сохранится. Стоит. Я прицепил свое оружие к охлаждающей системе. На этот раз оно не перегреется. Всем отойти назад. Если это сработает, наши войска будут несокрушимы. Тихо, я заряжаюсь. Отодет мишени, Ханс. Вот и мы. Прикрой глаза. Да, получилось. Спинок под зад. Сэр, оружие наживает. Сниму шустрей. Прикол. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, блин, у меня уже крыша поехала. Чё-то, ребят, багануло. Баганул голос. Я такого прикола ещё не встречал. И что самое интересное, если в эту локацию зайти уже с охранки, то он луч этот не включает почему-то. То есть надо зайти в эту лабораторию именно через коридор и не сохраняться в самой вот этой локации. Жесть, конечно, блин, но я три банки в него запульнул у этого чувака. А по ему пофиг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, о, ребят, баку-баку-шоу. Вообще никаких отражений. А-а-а-а! Всё отлично, чётко. Чётко-ровно. Замечательно. Птихи, ребят, надо, знаете, что делать? Стой, 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 стой. Ещё вот так надо сделать. Встреча! Так, замечательно. Очень-очень удачно у меня получилось. А-а, у меня ещё шутки, ещё отлично. А этих... 25 аж, нихрена себе. Так, ну нормально. Вот тут застим будет. Буквально сразу стоять. Отлично. Здесь, ребят. Выпало. Так, нормалёк. Сойдёт, сойдёт. 20% есть? Сойдёт. А, очередная подгрузка пошла. ТОРНО Ô ОВИДНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВУ Lewёт ОВИДНО COM. Тут хрен один будет, надо его по-честному застрелить в спину будет. Всё, он больше не будет намешать. И вот тут один хрен. А, вот ещё птички есть. А, в принципе, тогда нормально. 82% энергии, офигенно. Можно не идти пока никуда. Там ещё чувак с ракетницами внизу, ну... Мне пока заряду должно хватить. Сверху. Сверху. Да, 23, отлично. Хорошо, так наэкономил. Выходи, выходи, уходи. Все, все довольны. Возвращение! Где? Где? Как-то он так хитро стал за уголком. И еле, ребят, простреливалась эта вся фигня. Но это ещё жёстко было. Ну, в принципе, я говорю, я сейчас довольно неплохо прошёл, потому что... Обычно я тут с охранок, наверное, 10 трачу. Проглядый кусок дерьма. Эти подмостки продолжают разваливаться. Мне понадобятся болты. Это ты там внизу, Сал? Возьми... Ага, это я. Вон там чё-то про коробочку с инструментами не договорил. Так... Я туда не вернусь. Пошли, разве будет так уж плохо? Что ты имеешь в виду? Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааао их отлично лазеры обожаю лазеры от 10 кроме одного спокойненько под ними проходишь здесь ребята вот для этого тройку это оставлял нужно будет сейчас покажу фактик обезопасить района район под охраной должно быть он прошел намного дальше как будто унитаз сливают вот А у меня куфы никуда привнесут. Блокапал, да. А, у меня же есть это. О! Развалился. Ну, это типа босса что-то было. Кстати, батарею взял для лазерной винтовки. Но, ребят, лазерной винтовки у нас еще нету. По-моему. Да, винтовки нету. Кстати, вышка вообще не покоцана. Отлично. Тоже раньше не знал как этого босса проходить. Он довольно нудноватый был. Сколько мне импы и гранат? Три. Должно хватить три. В принципе, тут... У меня жизни почему-то многовато образовалось. Кхм. Так, давай лучше провалиться. Дешевле будет быстрее. Ну, не видите, легко вода с этими пэшками. И огненными тоже неплохо. И так, неожиданно. Помогите! 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 Ну и все, здесь главное добежать до вот это, до этих ворот. Все в принципе... Миссия пройдена Прикольная миссия Мне вот именно вот С роботами нравятся варианты С роботами прикольнее Я наверное сейчас ребят Ну посмотрю интро Вот это вступление И скорее всего видео будет точно Даже точно будет последнее Хотя не обещаю Ну посмотрим Там последняя миссия Довольно длинная будет Еще 3 миссии Ну я немножко позже продолжу Так Чего там хорошего Он раньше был в морской пехоте Затем его выгнали За что? Потому что он был сам себе на уме Они это называли отклонение От установленных параметров миссии Однажды этот полковник Приказал ему оставить позади Раненую гражданскую женщину Он послал полковника подальше И все равно вытащил ее Так он был герой? Он попал под трибунал Его уволили Он стал полицейским Начал патрулировать Отдаленные уголки космоса С таким же изгоями Как и мы Но он не сильно изменился Он очень уважает Аиду Но все равно остается таким же упрямцем Это они про этого нашего перса говорят Если что Которым я играю Так Давай тетя Седьмой и последний артефакт Находится на планете В звездной системе НС-962 Это звезда класса Б Голубой гигант Который светит ярко и жарко На третьей планете Из-за такого массивного излучения Происходят постоянные радиоактивные бури Мы немного знаем о самой планете Это может быть родина драков Существ, которые построили сооружение В Накоя Аббат Две разведывательные экспедиции Направились сюда Когда сектор наносился на карту Но оба корабля исчезли Место было отмечено Как зона опасности пятой степени Слушай, я не могу продолжать этот глупый инструктаж Зачем нам этот, Джон? Если Декслер так волнуется Что кто-то соберет артефакты И создаст супероружие Может нам просто оставить этот, где он лежит? А те, которые у нас есть, уничтожить? И проблема решена Как их уничтожить? Ты же видел Они неуязвимы Мы взрывали их Облучали Не царапин Мы не можем уничтожить их, Аида Но все равно Зачем нам этот, последний? Не стоит погибать ради него Посмотри на всех, кто охотится за ними Думаешь, если мы отступим И за Наги поступят так же? А с Каарже Нам нужно собрать последний артефакт И передать Декслер Если выбирать между нами и плохими ребятами Я бы выбрал нас Я не буду останавливать тебя, Джон Но ты не видишь всей картины Но когда увидишь, тебе это не понравится Я убедил Хоккинса оставить Нибана Это хорошо, потому что я больше никому не доверяю везти туда посадочный катер Я слышала Теперь он думает, что ты бог Расскажи мне про этих драков Мы не так долго их изучали Кажется, это форма искусственной жизни Роботы, которые воссоздают и ремонтируют свои тела Они давным-давно убили своих биологических создателей Держу пари, что они совершенно неуязвимы Это самый сильный противник, который нам попадался На самом деле, не самый Я думал о Таико Я не хочу говорить об этом Я хочу Ты не можешь простить себе, что пожертвовала теми людьми Я не жертвовала ими Они не были шахматными пешками Можешь сказать прямо Я их убила И ты не можешь простить себе Ты знаешь, что ты придала Ну давайте, добавь Но ты когда-нибудь думала, что бы они выбрали Я не давала им выбора Но если бы ты дала Ты не думала, что они могли бы сказать Продолжай Ты не думаешь, что они могли бы взвесить свои жизни на тех же весах Что и ты И лучше горстка нас погибнет А миллионы смогут выжить Такой выбор люди делали столетиями Аида Ты не можешь уничтожить себя Поскольку это тебе приходилось все создавать Уходи, Джон Айзек ждет А-а-а-а-а-а-а-а-а-а 10 клавиши F 10 клавиши F13 есть Я насчитал Так я болтать не буду Сразу давайте, ребята, на миссию пойдем Пускай она загрузится тогда Посмотрим заставочку О, я помню, меня до усрачки пугало, вот эта ниссия. Жуткая. Как в Стартреке планета Боргов. Ну, там не планета, а база Боргов. Чем-то напоминает. Они там людей модифицировали, когда делали из них киборгов. А, это еще игра называется, знаете как, я же играл в игру. Это особый путь. По всей карте нанесены надписи. Повышенная радиация. Все идет мне по плану. Зарегистрирован мощный выброс энергии. Не думаю, что нам стоит тут находиться. Управление кораблем неустойчиво. Осторожно, ребар. Может, это стоит пересмотреть. Еще какие-нибудь сведения об этом месте. Понятия не имеем. Я вспомнил, ребята. Я вспомнил фильм, назывался, ой, не фильм, а игра называлась, ну, может, фильм тоже, по-моему, был. Игра называлась Стартрек Вояджер. О, там эти Борги были, там даже оружие Боргов было прикольное такое. Стреляла, типа, как Реалган. Ну, или против Боргов, или от Боргов, не помню. Я помню, что против них точно оно действовало. Смотрите, мне дали пушечку. И эту пушечку наш, вот этот техник, ее сделал из деталек, которые мы захватили на предыдущей миссии. Пока, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. И в следующее видео будет окончательно. То есть я там пройду сразу же три миссии. Вот эту и еще будут две миссии. И гамм-оигры, ребят. Ставьте лайки, пожалуйста. Ставьте лайки, пожалуйста.